Добрый вечер! В эфире программа «После новостей» и сегодня тот счастливый день, когда в качестве гостей мои коллеги, так бывает, но очень редко, я с удовольствием представляю, это Екатерина Кашучек и Сергея Григорьев. Почему? Интрига небольшая, да, почему сегодня они, почему они вместе? Ответ прост. Проекту проверка, который выходит на ТВК, 10 лет, представляете, целых 10 лет. И, конечно, первый вопрос у меня к бессменной ведущей Екатерине Кашучек. Катя, 10 лет ты не устала вообще? Я не устала и меня пугает по-прежнему эта цифра. Мне кажется, мы только вчера начинали, а здесь такой опыт уже за плечами, такое количество проверенных мест, такое количество изменений после того, что мы сделали и сняли. Страшно это осознавать, но немножко приятно. Приятно, но вот этот опыт, он давит или дает какие-то новые возможности? У меня он только лишь пугает, потому что кажется, что как будто мы уже все проверили, а когда начинаешь новый сезон, а мы это делаем прямо сейчас, выясняется, что проверять и проверять еще очень много. Он помогает, он успокаивает, всегда соревнуешься сам с собой, хочешь сделать еще лучше, чем было, каждый раз выходя на новую съемку, но он все равно в пользу, все равно в плюс, даже когда страшно. Но все-таки 10 лет это такая дата, которая означает еще и то, что это зрителям интересно, проект не исчез за это время, и это популярно, и это подтверждает количество просмотров во всех социальных сетях, где у проекта проверка. Кстати, собственные аккаунты уже появились давно, потому что невозможно было вмещать это все в обычную ленту ТВК, потому что большой-большой объем информации именно в социальных сетях выходят расширенные проверки, то, что не вошло в обычные сюжеты в рамках новостей ТВК. И, конечно, проверка расширилась, и впервые этим летом была летняя проверка, Екатерина Кашутчик была в отпуске. Спасибо большое, что не отпустили. И на смене ей пришел Сергей Григорьев, и я рада, что в проверке появился парень, наконец. Да, мне всегда же пишут, что почему вы девочку хрупкую, маленькую отправляете на эти съемки, отправьте парня. Мы отправили. По мускулистому решили отправить, да. Про летнюю проверку отдельная история, потому что, да, действительно, ну, Катю пожалели немного, дали отдохнуть, дали поработать еще. Дали поработать в других местах. Да, дали поработать еще где-то. И у меня была сложность. Во-первых, это ответственность, потому что там такая фан-база у Кати, что... Ну, что, тебя закидали вначале мятыми бумажками? Конечно, у всех был... Нет, не закидывали. Там лояльная фан-база, они любят проект проверка, поэтому они... Единственное, что спрашивали под каждым видео, где Катя? Где, когда Катя? Слушай, ну, летняя проверка, она такая лайтовая все-таки была, мне кажется... Вот в этом-то и была проблема. Я первый раз, когда вышел снимать, мы обговорили все, что это летняя проверка, что мы не будем ходить по кухням и проверять там, да, санпины. Ребята, ну, то есть не пошел на ее территорию все-таки. Это да, это страшно, я до сих пор боюсь. Но у меня появилась такая штука, я пытался где-то как будто следовать по Катяным следам и искал только негатив. И только потом мы нащупали тот формат, что летняя проверка на самом деле была сделана для того, чтобы сориентировать красноярцев, где в городе можно и как отдохнуть. Наша основная задача была это рассказать, здесь с детьми удобно, здесь с детьми неудобно. Сюда берите с собой зонтики, сюда берите с собой перекус. На самом деле это еще и, вот могу сказать, как старший товарищ, это еще и такой показатель профессионализма, потому что на негативе достаточно просто сделать, да, и впечатлить кого-то. Впечатлить хорошим и вообще это найти и увидеть нам, работникам негативного жанра, тоже сложновато очень часто. И сюжет про аварию, он выстреливает сильнее всегда, чем про выставку. Про выставку нужно приложить гораздо больше усилий, чтобы это выглядело, да, и интересно, и доступно. Но вернемся все-таки к проверке, потому что, несмотря на то, что Катя снимает большей частью негатив, но это востребовано, потому что все-таки, Катя, ты вообще чувствуешь, что ты работаешь для того, чтобы улучшить качество нашей жизни. Я это повторяю себе. Мы снимаем, я каждый раз стрессую, я не сплю ночь накануне, у меня завламываются руки, я прям сильно переживаю по всем фронтам. Но когда ты себе повторяешь, ради чего ты это делаешь, это становится немножко легче. Когда ты видишь примеры, в конце сезона мы всегда подводим итоги, мы всегда зрителям даем отчет, а что получилось, а что изменилось после того, как мы сняли серию. Мы ее снимаем не для того, чтобы просто она вышла в эфир и ее посмотрели. И так родилась перепроверка, потому что по следам временских музыкантов, ну, по уже местам проверенным, ты снова ходила, и были изменения. И, наверное, это стимулирует. Есть места, где я была даже по три раза, просто потому что нужно было добиться, чтобы там произошли изменения. И это произошло. И действительно, в конце телевизионного сезона прошлого года мы сделали прям сезон перепроверки, месяц перепроверок. Мы побывали снова вот в этом прекрасном, в больших кавычках, увы, рыбном цеху для того, чтобы еще раз обратить внимание Роспотребнадзора на эту точку. Она увеличилась в два раза, там теперь два цеха. Разные ИП, они работают примерно одинаково. Мы возвращаемся в одни и те же места, чтобы закончить начатое. Наша цель в том, чтобы все менялось к лучшему. Эту цель мы очень часто достигаем, мы ее всегда преследуем. Иногда не получается, поэтому мы возвращаемся. Поэтому все, кого мы проверили, вы, пожалуйста, не расслабляйтесь, потому что, скорее всего, перепроверки еще будут. Но никто никогда не знает заранее, куда мы едем. Даже мой оператор до момента, пока мы не сядем в машину, он не знает, куда мы едем. Не потому, что есть там недоверие или еще что-то, у нас шикарная команда сложилась. Но для того, чтобы никто и никогда мне не мог сказать, что, а, да нет, там смелее. Давай назови операторов, пусть тоже их люди знают. Вячеслав Кебиков прекрасный, который снимает сейчас проверку, который выносит на себе весь этот стресс. Прекрасные ребята, которые очень долгое время работали над проверкой. И Коля Чистяков, Виталий Суботин, которые не один раз мне после проверки, несмотря на то, что это дикие профессионалы от и до на невероятном уровне, несколько раз было, что после проверки они мне говорили, Катя, я чуть камеру не бросил, я бы сейчас полез. Вот просто уже было страшно. Особенно, когда я на пятом месяце беременности снимала проверку в таком же, кстати, рыбном цеху. И на меня кидался какой-то человек без определенного места жительства. Вот прям физически на меня бросался, а оператор знает, что я животом, который там я прикрываю. Было такое, что операторы чуть не бросали камеры. Вы знаете, у нас есть нарезка видеокадров, что происходит на проверке. Если вдруг вы не видели расширенные проверки, можете увидеть в социальных сетях, как я уже говорила, и в Телеграме, и во Вконтакте. ТВК-проверка и на Ютьюбе ТВК-Нью, и в Телеграме. Ну, в общем, во всех социальных сетях проверка выходит, и там очень популярно. Давайте посмотрим небольшую нарезку кадров из скатинных программ. Вот такой слой грязи на подоконнике, его просто взяли и придавили кодитерскими формочками. Здравствуйте. Так, не трогайте оператора. Вы совершаете уголовно наказуемое деяние. Вы совершаете... Отпустите камеру. Вы сейчас сломаете камеру. Алексей Юрьевич, успокойтесь. Вы посмотрите, что делают. Вы что творите? Вы сломали камеру сейчас оператора. Так, давай телефон, мы вызываем полицию. Все просрочено. Абсолютно все здесь просрочено. Я понимаю, что я это, конечно, сделала зря, потому что вот этот аромат теперь пошел по всей кухне. Но просто оцените, что здесь используют как продукты, что хранится сейчас в холодильнике. Судя по тому, как воняет, как минимум недели четыре этому продукту, а может быть больше. Но снова, никаких этикеток, никаких маркировок. Все просто стухшее. Просто стухшее. Отойдите отсюда. Я имею законное право проводить здесь съемку. Не надо ничего такого. Вы почему меня хватаете? Потому что... Мы вызываем полицию прямо сейчас, потому что это сейчас препятствование законной деятельности журналиста. Не толкайте меня. Отойдите отсюда. Не толкайте меня. Залезь сюда. Так, перестаньте меня трогать. Сию секунду. Какой-то бешеный взгляд у человека. И абсолютная неадекватность. Я не могу подходить близко просто. Оно воняет так, как будто оно даже не две недели проторчало в холодильнике, а месяца четыре. Ну и выглядит примерно так же. Вот жалко, вы не видите, как сейчас мой оператор снимает вот этот вот крупный план и пытается лицо держать подальше от камеры, потому что воняет сильно. Традиция сваливать рыбу на пол никуда не исчезла. При том, что полы абсолютно грязные. Вот здесь с улицы нет никакой санитарной зоны. Вон ходят люди в уличной обуви, между прочим. В сапогах, в грязном во всем. Там грязные полы. Нет ни коврика даже никакого. Ничего. Посмотрите, вот с этой вот прям свалки, 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 свалки. Попадаем куда? На свалку рыбы. Ну что же, вот такие... Знаете, мы показали несколько фрагментов, которые отражают то, что происходит в кадре. А на самом деле за кадром творится тоже очень много, не всегда безопасного и не всегда приятного, но всегда интересного. И есть люди, которые сделали так, что зрители теперь больше об этом знают, что происходит за кадром, что не попадает в выпуск, что происходит после съемки. Все это закулисье, мы его тоже показываем благодаря тому, что у нас есть прекрасная команда соцсетей. Как зритель сейчас, да, в проверке, я могу сказать, что я каждый раз после проверки думаю, как страшно жить, как страшно есть и так далее. Но вот возвращаясь к нашему разговору, пока шли эти кадры, мы тут обсуждали тоже, что это командная работа. Мы уже, да, мы уже похвалили. Да, да, и хотим сказать еще людей, которые за кадром над проверкой работают. Про операторов поговорили, действительно, есть люди, которые на амбразуру бросаются, есть люди, которые, собственно, впереди планеты всей. Но мы уже упомянули, что миллионные просмотры в соцсетях, и вся эта история с последующим распространением, нарезочкой кусочков. Для наших подписчиков лучшие моменты собирают, публикуют. Есть еще большая команда, которая занимается этим. Это Юлия Афанасьева и Ира Кулик, наши там продюсеры, которые, ну, бережно очень относятся к контенту. Катя очень много делает. Да, Катя очень много делает классного. Ну, и мы за свой сезон летом тоже понаснимали. У нас там Рилс залетел на 7 миллионов просмотров. Вау! Да, там просто я подошел к женщине на пляже, спросил, почему вы днем не работаете. Она сказала, я риэлтор, я могу себе позволить. Сережа, ну, ты последние годы редко появлялся в кадре, а тут ты вошел в историю, в историю Кати, которую узнают вообще всегда и везде. Это не всегда хорошо. Она мега, ты мне рассказываешь, она мега популярна. И что у тебя в жизни изменилось и произошло, когда ты приехал в проверку? Я не скажу, что у меня появилась своя фан-база, но я познакомился с Катиными подписчиками, и некоторые нашли как-то меня и вышли. Вот, например, сегодня у Кати очень много школьников. У меня прекрасная детская аудитория. Школьники, причем не только из Красноярска. Я обожаю. Со всей России. Проверьте, из Комсомольска на Амуре пишут, из Петропавловска, из Дальнего Востока. Из-за границы пишут. Из-за границы пишут, проверьте. И вот один парень нашел меня в Телеграме и пишет, сказали, что вы сегодня с Катей будете в эфире. Можете мне кружочек записать? Александра с Комсомольского. Вот мы Александру прямо из эфира сейчас запишем с Катей и с Ольгой. Александр, привет! Вот, это фанаты живые, которые очень любят Катю, любят проект проверка, и потом еще и все, что на ТВК тоже смотрят. Ну что ж, давайте посмотрим еще один кусочек из летней программы. Фрейрка лето, мы начинаем. Шестигранник есть? Вячеслав Кибиков. Придется теперь заниматься починкой. Гавкни. Один раз, если тебе нравится. Мы бесплатно прошли, а вы за деньги? Не брызгайтесь у меня в микрофон в руках. Молодежь. Хай, Барби. Хай, Кен. Прям, да, мне напекло голову. Главное, бесплатно. Как водичка вам? Водичка прекрасна. Как дела? Сегодня без происшествий? ТВК. ТВК. Опа, только живот мой вылез, да? Опа, ну что, как, Слава, настроение? Все суслики достойны уважения. Ничего себе. Там рыбы нет. Не смешно. Слава, давай не будем ничего снимать. Вечером на нас находит грусть порой. Городошный спорт. Я не знаю, что это. Мне никакой информации не дают. А, ТВК прекрасно. По полям, по полям, синий трактор чистит что-то там. Ты все равно половину вырежешь там. У меня большие вопросы к людям. Там сейчас прям под завязочку. Ну что же, это фрагмент летних проверок, которые делал Сергей Григорьев. В таком холодную погоду немножечко лето еще нас догнало, но я думаю, это как раз последние такие вспышки прекрасного. За этот проект еще раз, да, намекать надо сказать спасибо. Хорошо, все-таки новый сезон начинает. Что будет в новом сезоне? В новом сезоне мне, слава богу, само еще пока неизвестно, что будет, потому что это реалити-проекты. Все происходит на месте. Все, что вы пишете, все жалобы, обращения, которые приходят, их наши редакторы бережно собирают. И мы отправляемся на эти места, а дальше начинается жизнь. Но это абсолютно точно будут и перепроверки, потому что они нам нужны, они нужны многим местам города. Это абсолютно точно будет общепит, будут школы, будут медицинские учреждения. Мы имеем право снимать то, что обычно люди не видят вообще. Вот смотри, места, которые не пускают. Чтобы было понятно, что часто, например, зрители жалуются на инфекционное отделение в больницах, на какие-то режимные объекты, куда попасть уже сложно. Что здесь мы законно, на что законно имеем право, а куда попасть реально не можем? Важный, деликатный момент. И здесь я бы вообще не выделяла никакую категорию, в скобочках, что мы не можем или не пускают. Нет такого. Есть закон, федеральный закон, который регулирует деятельность журналистов. Мы имеем право снимать все, все объекты, если у нас есть информация о том, что есть угроза пищевой безопасности населения, о том, что есть нарушение норм закона. Мы можем зайти и снять. И уже были такие прецеденты. Да, очень сложно попасть в ту же инфекционную больницу. И мы всегда 8 раз сами подумаем, потому что мы как врачи, у нас правило не навреди. Если мы точно понимаем, что это надо, мы будем взвешивать все факторы, и мы идем только в случае, если действительно надо. Мы снимали, был такой случай в истории программы проверка, пищеблок крупной городской больницы, потому что была в этом необходимость. И мы будем это делать. Поэтому все жалобы, все обращения, они пускай приходят. Есть несколько каналов связи у нас со зрителем, и каждый работает прекрасно. Можете позвонить в редакцию 20065, можете в Телеграме нам написать, есть отдельный паблик у проверки. Можете в ВКонтакте зайти на нашу страницу телепроекта «Проверка» и там оставить обращение. Все будет услышано, не бывает такого, чтобы какое-то сообщение осталось без внимания. Мы любую информацию всегда проверяем, и все, что мы сможем, мы сделаем обязательно. Это наш долг с Сережей. Будет ли охрана в этом сезоне, потому что вот были вот эти... Возьмите меня. ...выходи, которые мы уже говорили. Ну, я к этому и спрашиваю. Будешь ли ты как-то страховаться, потому что случаи рукоприкладства, к сожалению, были обращения... У тебя не застраховано? Обращение в лицо тоже были. Часть тела не застрахована, к сожалению. Но сейчас у нас... Странно, наверное, об этом говорить в кадре. Я, может быть, нарываюсь сейчас на какие-то неприятности. Но пока у нас такой функции нет. После того, как случались происшествия, на меня выходили разные там и подписчики, и просто неравнодушные люди, и национальные диаспоры предлагали мне, пожалуйста, давайте мы будем ездить с вами. Но все-таки у нас есть секретность съемки. Никто никогда не знает, куда мы поедем. У нас строгие нормы закона, по которым у нас, например, вся съемочная группа с санитарными книжками, в санитарной одежде. Это не просто так люди-охранники раз куда-то зашли. Пока у нас такой функции нет. И я по своему опыту прошлых сезонов все-таки надеюсь, что Красноярск привык к тому, что мы существуем. Я вижу тому примеры. И реагировать стали адекватнее. Я очень надеюсь на адекватную реакцию в этом сезоне, прошлый сезон. Ну, хотела бы я сказать, что прошел совсем спокойно, без уголовных дел не обошлось, все-таки разбитых камер. Но этого становится меньше. Это меня успокаивает. Есть ли ощущение, что немножко подменяем мы функции контролирующих органов? Увы, есть. Говорят ли они спасибо, эти организации? Это, собственно, их работа? Это их работа, но у нас есть такие законы, по которым, например, даже Роспотребнадзор не может просто так выйти и проверить вот шарашку, которая у них, возможно, работает под окнами. А по факту может? Они не могут, не имеют права, им надо каждую свою проверку согласовать с прокуратурой. Для этого нужно иметь основания. И наш сюжет становится основанием для того, чтобы прокуратура разрешила надзорным органам выйти с официальным мероприятием. Есть, конечно, примеры, и это прям моя боль и печаль, когда, например, тот же самый рыбный цех, который мы сегодня показывали, после того, как мы сняли сюжет, согласовала прокуратура проверку свою, Роспотребнадзор туда выехал, дали разрешение, нашли нарушение, выписали небольшой штраф, порядка 30 тысяч рублей, а потом просто надзорные органы позвонили владельцу предприятия, спросили, а вы все исправили? Он говорит, ну да, исправил. Он говорит, ну хорошо, мы дело закрываем. Я туда приехала через полгода, и вот вы видите сейчас, что там происходит на самом деле. Хотелось бы, чтобы у нас немножко другие были законы. Дело не в надзорных органах, они полностью свою функцию выполняют, и они действительно нас используют как помощников. Вот сейчас осторожнее, потом скажешь, что ты кошмаришь бизнес. Возможно, но если это вот такой бизнес, его не грех кошмарить. Естественно. Сергей, вот ты не производишь впечатление человека, который будет кошмарить. Я произвожу, да. Вы готовы раздевать? Нет. Вот так. Оля, мы дружили. Нет, ты тоже не производишь, просто ты это умеешь, поскольку долгая работа в новостях, она в анамнезе уже впечатана. Как ты изменил свое отношение к каким-то процессам, организациям, местам и так далее? Взглянул ли новыми глазами на город в рамках этого проекта? Определенно, да. Во-первых, все места, которые я за лето проверил, это было сколько? Ну, порядка 10 пространств, парки, пляжи. Я потом посетил с семьей. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, потому что где-то мы указали на отсутствие лавочек, на какие-то минусы. Ну и, например, первое, что в голову пришло, на пляже, на острове Татышеве появилась велопарковка после нашей серии, потому что там велосипедисты у меня приехали, и они мне нажаловали, что с великами нельзя, а велопарковки нет. Нет, появилось, я приехал через... Не зря работали. Да, да. Подтверди, что это вдохновляет. Очень круто. Когда видишь, как раз и поменялось. Да, очень круто. И поэтому вот я увидел эффект. А еще знакомые знакомых чиновники сказали, что не то чтобы они вынуждены, но они вынуждены мониторить СМИ и смотреть все сюжеты, но они говорят, ну мы даже с удовольствием смотрели, мы даже не обижались где-то за плюсы, потому что реально потом пошли, поправили. То есть немного научились, на мой взгляд, уже с этим жить, как Катя сказала, уже знают, что есть такой проект, уже есть в городе телеканал, который говорит и будет говорить, и они на это уже реагируют не так, что... А знаете, ребята, что самое классное, что и частный бизнес, и общепит, и школы, и все, что угодно, все, что мы проверяем, делают то же самое. Я первые сезоны, когда снимала проверки, я получала очень много вот этой реакции, да что вам тут надо, да мы сами разберемся. Последнее время, последние уже несколько лет, люди проверенные мной пишут, Екатерина, спасибо вам большое, мы вот это изменили, мы вот это поменяли, смотрите, вот вам фотка холодильника, мы стали лучше благодаря вам. Даже на форумы предпринимателей выходят и рассказывают, у нас была проверка ТВК, мы ее провалили, но смотрите, что мы сделали потом. Вот это классно. Супер, супер, мне очень приятно с вами работать, скажу я. Подожди, именно. Но дело в том, что эфирное время нашей программы заканчивается, я вам желаю успехов в новом сезоне проверки. И чтобы не побили. Ну, нет, чтобы не побили, но чтобы результаты были такими же впечатляющими, как и раньше, результаты проверок, и результаты, вернее, изменений после проверок. Поэтому спасибо большое. Спасибо большое, Екатерина Кошурчик, Сергей Григорьев, были сегодня гостями программы «После новостей». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»